Здравствуйте! Система анонимных интернет-платежей набирает обороты. Курс биткоина растет в геометрической прогрессии. Подобные ему криптовалюты, если еще не вытесняют, то становятся полноценными конкурентами банкам и финансовым организациям. Например, кредитное учреждение JP Morgan заявило, что хочет запатентовать конкурента биткоин. Уже появились первые скандалы, крушение курсов и ограничения по использованию криптовалют. Например, Норвегия начала облагать налогом доход от продажи монет биткоин. А Китай вообще запретил их оборот на своей территории. Все это только подтверждает необратимость развития компьютеризованных платежных систем. Криптовалюты становятся полноценным средством платежа в мире, с которым нужно считаться. Эти темы мы обсудим с нашими гостями. Константин Попов, начальник отдела разработок процессинговой компании Хронопей. Добрый день! Добрый день! И директор московского филиала КБ Энерготрансбанк Павел Сокандынский. Здравствуйте! Уважаемые друзья, уважаемые гости, давайте определим понятие криптовалюта. Простое объяснение слушателям. Давайте начнем с вас, Константин, как представителя процессинговой системы. Ну, проще всего представить себе... Значит, в технические детали я вдаваться не буду, поскольку это достаточно такая развернутая тема. Особенности этой сущности... То, что криптовалюта не имеет центра эмиссии. То есть нет группы лиц или одного лица, которые могут влевым решением выпустить определенное количество единиц этой валюты. Соответственно, она не поддается какому-то централизованному регулированию. Это раз. Второй момент... Это анонимность. Слово крипто в таком общем названии этой сущности, оно, в общем-то, к анонимности не имеет никакого отношения. Оно чисто математически описывает алгоритм, как это все генерится. Вот. Но, тем не менее, анонимность присутствует. То есть можно производить переводы единиц, ну, если мы говорим о биткоинах, допустим, биткоинах, с одного счета на другой, не раскрывая IP, не раскрывая себя. IP или фамилии, имя, отчество, все что угодно. С этим связана определенная, сразу скажу, настороженность государства по поводу этого явления. Потому что это, в общем-то, позволяет делать многие вещи, которые государства не очень не любят. Естественно. Что происходило, да. Но еще более это не любят банки. Банки вообще не верят в биткоин и в криптовалюты, в отличие от инвесторов и пользователей. Как вот представитель банковского сообщества оценит и охарактеризует криптовалюту? Ну, с одной стороны, это, конечно, явление, скажем так, космического масштаба. Вот. Ну, является же это явление и космической глупостью? В принципе, вопрос, конечно. Ну, во-первых, значит, я хочу коллегу дополнить, что криптовалюта не является долговым обязательством эмитента. Вот это очень важно. То есть они ничем не обеспечены. Значит, не привязаны ни к какому активу вообще. И, в принципе, нематериальны. То есть нельзя потрогать, нельзя увидеть. Просто есть некий электронный кошелек. Самый главный вопрос. Вот криптовалюты, а деньги ли это? Вот просто давайте проведем некий мысленный эксперимент. Вот есть у нас какие-то функции денег. Вот может ли криптовалюта быть мерой стоимости? Ну, наверное, да. Если, допустим, что-то там, там, пиццу там покупали, там какие-то, там, 21 тысячи, это как еще-то. 140 тысяч биткоинов. Да, 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 да. Это была очень вкусная пицца, я думаю. Значит, потом, является ли это средством обращения? Ну, посредник обращения товаров. Да. Я просто сейчас функции денег перечисляю. Является ли средством платежа? Да. А вот самое главное, средство накопления, средство тезаврации? Нет. То есть в валюте сберегать, в биткоинах сберегать нельзя. Почему? Потому что она анонимна. Если, допустим, у вас украли деньги со счета, то вы, то есть, вы кому-то можете, можете пожаловаться. Да, да, да. А если вы придете в милицию и скажете, извините, у меня тут биткоин, то вы скажете, парень, еще не накурился, что ли? Я готов с вами поспорить пока. Вот, да. И, значит, еще, еще, еще один очень важный момент, именно связанный с средством накопления. Опять-таки, мысленный эксперимент. Можно ли взять кредит в биткоинах? Нет. Нет. Пока. Можно ли дать кредит в биткоинах? А кому? Вот, понимаете, вот поэтому, значит, вот при всех, при всех, ну, скажем так, ну, скажем так, достоинствах этого явления, скорее всего, это некая расчетная единица, некая расчета единица. То есть, но не деньги, на мой взгляд, значит, но, безусловно, безусловно, это есть актив, и актив высоко доходный, судя по меняющимся котировкам, и отсюда и высоко рисковый. Я бы сказал вот так. Павел, я могу, да? Конечно, да, да. Я вам на вашу, в общем-то, я полностью согласен со всем, что вы сказали, единственное, что я вам отвечу одним словом, золото. Представим себе золото. И, в принципе, нет, просто золото. Нет, просто слиток золота. Кусок золота. Прекрасно, да. Монету золотую или самородок. Вот. Мы, в принципе, все, что вы сказали, Павел, можем, в общем-то, практически все, что вы сказали, применить к золоту. Потому что золото, вообще говоря, оно ничем не обеспечено. Если доллары... Ну, если валюта будет обеспечена золотом... Вот как раз доллары ничем не обеспечены. Если рубль обеспечен золотом, то золото не обеспечено. Золото не обеспечено ничем. Золото обеспечено только одной вещью. Это доверие. Ну, люди так договорились, да. Ну, кстати, тогда и доллар. Люди доверяют золоту. Доллар не обеспечен золотой. Золото является убежищем в каких-то случаях, да, финансовым. Золото может выступать в качестве анонимной. Оно анонимно, да, Витя? Ну, и наличные деньги анонимны. Да, наличные деньги тоже анонимны. То есть мы потихонечку... Я просто хочу вот раскидать вот эти вот понятия. Отлично, да. Вот, дальше что у нас есть. Золото может выступать в качестве денег, несмотря на то, что оно... Ну, конечно, конечно. И, в общем-то, ничем не обеспечено. И оно и выступало долгое время. Но, опять же, сейчас, допустим, можем мы сказать, что золото является деньгами? Нет. Оно даже, насколько я знаю, ведь выведено из понятия валютных ценностей. Законодательных. Ну, однако же существует понятие. Она драгментаула. Золото-валютные резервы. Да, золото-валютные. Золото-валютные, да. Но это все-таки драгментаула. Золото, ну, нет, золото все-таки это есть, ну, вот, хотя, по-моему, у нас золотой стандарт. Тогда у нас отменили, по-моему, после Первой мировой войны. Да, что же, где-то там, да. Да. Поэтому, ну, все-таки золото-деньги. Ну, не знаю. Для банкиров золото-деньги. Для банкиров золото-деньги. Опять же, возвращаясь к доллару, он же тоже не... Это же тоже средство договора и средство доверия. Почему в доллар казначейские американские облигации вкладываются? Потому что верят в Америку, несмотря на то, что периодически она трещит по швам. И периодически она является источником всех мировых финансовых проблем Америка и американский доллар. Тем не менее, все ненавидят его и все его боготворят одновременно. А мы, все, что вы сейчас перечислили, мы подходим к тому, что и биткоин, несмотря на то, что ничем не обеспечен, ему начинает все большее число людей доверять. И несмотря на то, что налицо все признаки возникновения рыночного пузыря, который вот-вот может лопнуть, его курс вырос 89 раз. И пока, пока он только поддается законам рыночной волатильности. То есть снижается и повышается, но не лопывается и не склопывается. Продолжим обсуждать эту тему через выпуск новостей. Уважаемые радиослушатели, если вам есть что сказать, позвоните по телефону 65 10 99 6, либо напишите на сайт финанс.фм на страничку программы «Парадокс». Мы продолжаем. Виртуальные валюты могут использоваться для электронных финансовых операций, включая покупку в интернет-магазинах реальных товаров или услуг. Кроме того, существует возможность обменять биткоины, например, на одну из традиционных валют через площадки для торгов. Буквально перед программой прочитал на одном из сайтов систему, которая позволяет пользователю, абсолютно любому, за тысячу комментариев, получить определенное число баллов. Эти баллы обменять на сотовый телефон. Вот налицо товарооборот, расчет за услуги и за работу без привлечения денег, без привлечения валют, традиционных валют, рублей или долларов. Ну, скорее всего, это какой-то маркетинговый ход. Ну да, люди повышают. Нет, это заработок, который подразумевает раскрутку определенного сайта, посещаемость, который моделирует. То есть тысячи комментариев, там, десять тысяч лайкс, и вот тебе оплата за это. Голос в интернете — это товар, посещаемость — это товар, бартер. Да, пока это бартер, без привлечения валют. Биткоин, если он не испытывает пока необходимости в эмиссии и даже регулирования, с учетом его анонимности, тоже получается такой посредник, который не превращается в деньги, но может быть превращен в деньги при желании. Он может выполнять функции денег. Ну, опять-таки, может, но ограничено. То есть какие-то функции денег он все-таки не выполняет. Потом, вот смотрите, значит, вот все-таки биткоин — это, говорят, ну, то есть это платежная система. Значит, вот мне кажется, что здесь все-таки несколько все это притянуто за уши. Ну, во-первых, вот говорят, что, то есть простые мобильные платежи. Ну, вот сейчас и технологии PayPass есть, да, и потом это самое, то есть и оплата метро можно через мобильный телефон. А все-таки автоматов, которые бы принимали бы пинкоин, биткоины в оплату чего-то, ну, так же легко, как сотовый телефон, по-моему, нет. Есть. Есть. Дело даже не в этом. На самом деле платежи биткоином, непосредственно платежи, они не совсем удобны. То есть оплата кредитной картой или какими-то другими электронными способами удобнее, просто потому что они быстрее. То есть подтверждение транзакции происходит моментально, а в биткоине там есть определенный лак. Вот, поэтому, знаете, я бы вот по поводу биткоина, самое главное — правильно понимать, для чего инструмент хорош, а для чего не очень. Вот, вот мне кажется, что, еще раз скажу это слово, золото. Биткоин был, в принципе, создан вот этим самым таинственным Сатоши Накамото, да, в качестве… Имли, имли. Имли, имли, да, кто это, никто не знает. Вот, ну, неважно. В качестве электронного аналога золота. И, то есть ограниченность ресурса, невозможность эмиссии, сокращающийся объем добычи. То есть биткоин, он не выпускается, он добывается. Собственно, английский термин майнинг, да, он есть, добыча. Вот, то есть я бы вот при рассмотрении биткоина все время прикидывал, вот рядом ставил это слово золото, вот, и прикидывал на него. Оно, конечно, он не выполняет функции технические, да, из него нельзя сделать ювелирные украшения, хотя флешку, в принципе, можно как-то красиво оформить относительно цепочки. Но это уже не то, конечно. Я сейчас правильно понял, Константин, Павел, что вот как производитель TakeMoto, как вот создал 12 миллионов монет биткоина, и с тех пор это количество не увеличилось, не расширялось. То есть не выпускается, не имитируется? Нет, оно постоянно, он постоянно добавляется, каждые 10 минут, вот в данный момент в системе появляется 25 биткоинов. Каким образом? Ну, если это просто возможно объяснить. Вы сейчас тащите вот это самое. Это происходит в технических функциях. Ну, хорошо, есть алгоритм, есть алгоритм, который, выполнив который, можно создать эту монету. Да. Получается ли в неравных условиях я, владелец нетбука или планшета, с владельцем очень мощного компьютера? Мой планшет не потянет этот алгоритм? В неравных. То есть чем больше вычислительная мощность, тем больше вероятность получения. Вот. Ну, для нас ведь не настолько важно, у кого именно они будут. Потому что в данный момент какой-то концентрации, централизации уже не происходит. То есть оно так достаточно равномерно распределяется, добывается. Это так. Это плюс. Это плюс, конечно. Потому что концентрация, это, кстати, еще один важный момент. Потому что вот начальный пул, так сказать, биткоинов, где-то, ну, оценочно около миллиона этих монет, оно находится, видимо, во владении авторов системы. Просто потому, что на начальном этапе вот этим майнингом добычей занимались только они. Ну, когда это просто было. Их близкие друзья. Когда это было просто. Их приятели там. Ну, и потихонечку эта система начала расползаться. Да, расползаться. Вот. Число монет, число биткоинов, конечно. Порядка 21 миллиона. Сейчас. 12 миллионов. Вот именно поэтому, понимаете, все-таки, ну, не золото это. Ну, если конечное, то есть если мы все равно идем к 21 миллиону. Ну, и отлично. Но мы никогда его не достигнем. Павел, смотрите, это же интересно, когда вот есть определенный объем, он, соответственно, не может вызвать инфляционную волну. Ну, соответственно, его курс не будет подвержен склопыванием. Соответственно, он будет являться равномерной, точнее, не равномерной, а равноправной системой платежа. Говорите про монетарную инфляцию. Ну, вот инфляция спроса и дефляция существует. Посмотрите на мотание котировок. Туда-сюда. Это же, ну, то есть, вы совершенно правы, да, что вот то количество, которое, биткоинов, которое было сгенерено, вот оно сейчас мотается по биржам, и волатильность бешеная курса. Бешеная. Вот, абсолютно совершенно. Поэтому здесь, ну, вот, как, опять-таки, ну, как средство тезаврации, допустим, ну, допустим, вот, взял бы ли я бы кредит в биткоинах? Ну, пока нет, пока нет. Не, вообще нет. Потому что неизвестно, что я взял. 200 долларов или 1300. Вот есть определенная платформа, где меняются, например, тысячи биткоинов на дом. Серьезно, накопил, набрал, перевел, вот получил, серьезно. Да, единственный момент, конечно, да, что вот вы верно употребили слово волатильность, сейчас этот дом стоит тысячу биткоинов, завтра он будет стоить, потому что Китай запрещает сделки, он будет стоить уже 2000 биткоинов. Но послезавтра, когда, скажем, Герман Греф, который заявил, что будут рассматривать валюты аналогично биткоину, запустят эту систему, например, в России, то дом этот будет стоить уже 300 биткоинов. Или дороже, выше, так далее. Существует определенная, на самом деле, это же молодая система. Очень молодая система. Ну да, с 9-х годов. В исторических масштабах, ну что это такое, 4 года. Однако цивилизация развивается такими темпами в отношении биткоина. Никто не знает, что произойдет к тому моменту, когда стоимость добычи превысит стоимость добытого. Как, кстати, очень часто бывает с золотом. Да. Вот по поводу конечности, да? То есть золота, да, его в принципе много. Или как с арктической нефти сейчас. Вопрос, да, вопрос, сколько стоит его добыть и насколько это окупается. Вот. То же самое произойдет с биткоином. Это произойдет оценочно где-то в районе, там, 20-х годов нашего столетия. Вот. То есть тогда можно будет сказать, что количество биткоинов примерно зафиксировалось. Их больше уже, если и будет, то чуть-чуть. Вот. И вот что будет дальше с этим, когда количество стабилизировалось, то, что сейчас с курсом происходит, это детские болезни. Они происходили в самом начале разном. Государства не определились с самым интересным. Потому что биткоин сам по себе, это, в общем, это вещь в себе. Биткоин не имеет смысла без обменов, без транзакций на товары, на деньги. Они генерятся в процессе обмена, фактически. Нет, генерятся они в процессе описания этих обменов. Вот. А я имею в виду обмен на деньги, на товары, на что угодно. Насколько биткоин будет включен в кредитную систему, это очень важный момент. Потому что базой, ведь современной экономики, да, является кредитная система. Как только появятся схемы выдачи, допустим, кредитов под залог биткоинов, к примеру, а я думаю, что они появятся. Вы не определите залог, в смысле, состояние залога, его нету. Правильно. Ценность. Ценность. Ценность этого биткоина. Ценность можете, понимаете, вы как это, я сейчас скажу, вы не идентифицируете залог. Вот. Идентификации нет. Это же просто некая запись у вас на лаптопе. Ну, скажем так, переведя свои биткоины на биткоин-кошелек банка, да, я передаю ему право. Мы можем это описать в договоре, в принципе. Это уже заклад, это уже ломбард, про ломбард. Ну, что-то такое, да. Это не кредитование. Это ломбард. Под залог. Это старуха-проценщица. Я говорю про залоговые вещи. Я просто, опять же, пытаюсь встроить биткоин в эту схему, прикидывая на его месте, допустим, то же самое золото. Да, я человек занудливый. Мы пытаемся докопаться до истины, пытаемся понять и донести вот эту систему координат денежных, выраженных в криптовалютах. И продолжим это делать через выпуск новостей. Оставайтесь с нами, вы слушаете программу Paradox, которая посвящена компьютеризованным анонимным платежным системам. Мы продолжаем. Биткоины из увлечения кучки шифропанков и либертарианцев превратились в сенсацию. Подскочили в цене на тысячу процентов и постепенно начинают сводить с ума весь мир. Первое в этом сумасшествии выступает Америка. Банки ведут себя очень противоречиво. Одни не хотят рассматривать биткоины и вообще криптовалюты никак, а один банк, активы которого составляют 24 миллиарда долларов, тот же американский, это Silicon Valley банк, он решил брать в расчет криптовалюты, в том числе и биткоины. Конечно же, он при этом предусмотрел отдельную процедуру комплексной экспертизы для подобных операций, пока очень тщательно отбирает клиентов, чтобы они не были наркоторговцами, продавцами оружия. Запрещенных видеоматериалов и так далее. И еще, Павел, я слышал, что ФБР, с одной стороны, должно отслеживать все транзакции, выступило за анонимность, защищающую анонимность людей, которые проводят эти платежи. Ну вот здесь, значит, мы здесь обменялись мнениями по поводу того, что действительно монетарные власти США ведут себя очень странным образом. Это, кстати, является второй причиной возникновения биткоинда, то есть фактически это наднациональная валюта. И есть такие, ну скажем так, мнения, что ее создали именно государственные органы, чтобы немножко снизить давление. Да, давление на доллар, потому что доллар-то, вот уж кто точно ничем не обеспечен, так это доллар. Так вот, ФБР я сейчас читаю из доклада, который написали, чтобы помочь защитить анонимность биткоина. При каждом получении средств используйте новый адрес. Принаправляйте весь трафик биткоина через анонимайзер. Собирайте все монеты с своих адресов в один для нового платежа. Используйте специализированные сервисы отмывания денег. Это, блядь, федеральное бюро расследования США. Да, да, да. Хотя, в принципе, там же у них в основном скандалы-то идут. Эдвард Сноуден вот заявил, что все нормально, он запустил вот эту программу с ту качество и выполнил свою миссию. Может уехать куда-нибудь в Тверь. Честно говоря, не очень понятно, действительно. Потому что, по идее, вот когда биткоин пошел, что называется, в массы, да, я вот ожидал, что Америка будет, Соединенные Штаты будут первыми, кто скажет резкое нет этому явлению. С другой стороны, они поняли, что эту систему игнорировать нельзя и с этим нужно считаться. Если действительно происходят такие многомиллиардные сделки с биткоинами и с криптовалютами. И вообще с возможностями обходить без денег, без долларов. С одной стороны, да. С другой стороны, скажем так, государство в силах очень существенно осложнить развитие и вообще какое-либо движение этих валют. Потому что они могут просто банально перекрыть каналы обмена. Каналы обмена на обычные валюты. То есть это возможно сделать, это просто сделать? Конечно, возможно. А как же всякие интернет-кошельки? Интернет-кошельки, они же тоже все регулируются, потому что всегда есть центры, на которые можно нажать и перекрыть. Это относится практически ко всему. Вот в чем уникален именно биткоин, это практически первая. Не практически, а, наверное, первая. Это сущность такая вот, не считая золота, которую нельзя вот запретить. Ну вот Таиланд запретил биткоин, один из первых. Вообще запретил, да. Просто запретил биткоин. Ну, это примерно то же самое, что на форуме биткоинов запретили Таиланд. Вот по эффекту абсолютно одинаково. Вот, но вот обмен, допустим, биткоин на доллар, там, где происходит вот этот вот обменчик, вот тут-то можно и перекрыть. Поэтому, если бы, допустим, штаты это сделали, они бы сильно осложнили. Но они этого не сделали, я не понимаю, почему. Они сейчас говорят про то, что должна быть некая отчетность обмена биткоинов на доллар. И банки, и вот эти вот электронные биржи должны их предоставлять. Что тоже, в принципе, ну, валюте полетит однозначно. В одной из скандинавских стран просто решили, кстати, это косвенно создает в систему отчетностей, облагать налогом сделки с биткоином. Как сделки с активами. Да. То есть покупка, продажа активов возникает на ДС, все. Вот тебе и налог, вот тебе и отчетность. А чтобы не обменивать, точнее, не испытывать необходимость в обмене на деньги, просто не проводить деньги обмена. То есть не проводить сделки обмена, а покупать за биткоины уже прямо непосредственно товар. Абсолютно без денег, наверное, нельзя обойтись. Да, и ситуация с Китаем, все-таки, они же не запретили хождение биткоина между физлицами, между биткоин-кошельками. Но они разумно смотрят на вещи. Они наложили лапу на так называемых посредников. Обмен. Да, собственно, о чем мы говорим. Да, и вот здесь смотрите, что, значит, что опять-таки получилось. Ну, вы здесь совершенно правы, что, скорее всего, это некая болезнь роста. Ведь, значит, именно вот анонимность этой валюты, значит, ну, то есть у тебя она находится на компьютере, на компьютере. Поэтому, то есть у тебя якобы все денежки находятся в кошельке. А когда люди начали играть на курсе, биткоины-то пошли на биржи, правильно? То есть, а вот, значит, тут смотрите, даже вот это самое, китайская, это самое, BTC China, вот, у этой биржи электронной, у нее стоп-фонд всего 10 тысяч долларов. А там операции, право, на миллиарды. По кику курсу это примерно 10 биткоинов. Да, да, то есть, извините меня. Это типичная пирамида, использование денег в кладчик. Да, и надо понимать, что и у биржи стоп-фонда мизерный, и, извините меня, а СВ нет. То есть, никто это гарантировать не будет, ничем. То есть, вот этот вот оборот, и именно поэтому, собственно говоря, и многие рассматривают биткоины как средство, ну, скажем так, быстрого шального обогащения из-за подобного движения курса. Да, есть такой момент, пока он скачет. Ну, как альтернативный финансовый финансовый финансовый. Я думаю, что дальнейшее, вот, дальнейшее развитие этого явления, оно очень сильно будет зависеть именно от того, как государство, а это делают, ну, хорошо, государство, надгосударственные какие-то экономические союзы, группы, как они строят, увидят эту сущность вот в общей системе, насколько они интегрируют. Если, если, возможно, такой вариант, когда потихонечку все скажут, нет, мы не будем иметь с этим дело, перекроют кислород, и тогда биткоин станет тем, чем, собственно, он был в самом начале. Это в средствах простого африков. Маргинальным, да. Маргинальным системам платежей. Да. То есть будут какие-то, ну, честно говоря, в этом качестве у него вряд ли есть какие-то перспективы, потому что сам по себе он никому не нужен. Это просто символы. Они зависят ровно настолько. Он нужен, пока он нужен всем, да, когда он всем начинает быть нужен, он, собственно, становится деньгами, потому что люди договорились, что это принимается в оплату. То есть, мы сейчас подходим к такому моменту, когда криптовалюта может начать схлопываться, то есть все-таки обрушится, несмотря на количество сделок и чуть ли не создание рынка под эти криптовалюты. Ну, вот ведь, значит, читал, смотрел, значит, что, в принципе, вот эти вот криптовалюты, они рассматриваются как некие социально-экономические проекты. То есть это вот именно как вот, ну, давайте изначально посмотрим, когда они возникли. Они возникли после последнего кризиса в Штатах. Да, 2009 год. Да, 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 да. И что самое интересное, самое интересное, первый сильный бросок биткоина был тогда, когда это самое, прикрыли депозиты на Кипре. Денег с Кипра не давали уйти. Пошел бросок... Это был второй, но, тем не менее, это было очень прилично. Да, это действительно так. Это прилично, да. Он был в качестве... Вот он как раз тогда выступил в качестве... Выполнил ту функцию, вот о которой я говорил, в качестве убежища. То есть Кипр, кстати, до сих пор продолжает отстаивать право, свое право на принятие биткоина в числе традиционных средств полтежа. Университет Никосия объявил о том, что они принимают биткоины, то есть это даже смешно. У них там даже факультет какой-то со специализацией по криптовалютам. То есть они первые. Интересно, а можно ли отказаться вообще от традиционных денег и выстраивать свою жизнь только через расчет криптовалютой? Вряд ли. Я думаю, что рано. Вот рано точно. Кстати, а как насчет вообще перспектив криптовалюты в части товарообмена? Могут ли они заменить деньги? То есть быть посредником между покупателем и продавцом? Я имею в виду имя в товарообмене. Пусть за услуги, да, придется что-то перечислять в плане денег там за ЖКП. Могут, они используются в этом качестве. Я имею в виду, то есть смотрите, такая ситуация. Вот товар, он стоит столько-то денег, столько-то долларов, столько-то рублей и столько-то... Биткоина. Существует масса интернет-магазинов. Вот буквально на днях один из крупнейших американских магазинов, Оверсток, объявил, что переходит вот с 2014 года на прием, в том числе и биткоина, в качестве средства оплаты. То есть он, там 10 минут, транзакция подтверждена, все, оплата есть. Машины, машины кто-то там продавал, подавал в интернете. Ну машины, дома это уже нормально даже стало. В Канаде банкомат существует, который меняет биткоины. То есть в интернете даже есть площадка, где все обменивается именно на, точнее товары, выкладываются любым абсолютно человеком, но там идет привязка именно вот к этой валюте. Вот лайткоин, там еще до биткоина было, который... или вместе с биткоином появились? Нет, лайткоин позже появился. Я так понимаю, биткоин первый, и потом все появились. Лайткоин практически клон. Стали клонироваться. Опять же, по аналогиям, если биткоин, там можно рассматривать в качестве золота, то там лайткоин в качестве серебра, его больше, он... Дешевле стоит. Он дешевле стоит, он, там по нему транзакции... Менее популярен. ...быстрее подтверждаются, да, ну то есть такая парная валюта. А вообще этих криптовалют, ну десятка-два-то точно есть. Что в общем... Но пока что они не пользуются популярностью особой, только среди... Ну будем так сказать, что они просто силы набирают, потому что я тут посмотрел, как Россия себя позиционирует в биткоинах. Ну, во-первых, значит, биткоин хотел, по-моему, запатентовать чуть ли там не хозяин мастер-банка. Вот, да, да, да. Подал заявку. Да, да, подал заявку на патент. Причем там в 36-й позиции, это именно там эти самые... Услуги там финансовые, страхование банковские, это раз. Вот, потом, значит, вот котировки рубля по отношению к биткоину, пожалуйста, вот киви вчера на вечер было 19 944 рубля 29 копеек. Очень рискованное вложение, сразу говорю. Яндекс 20 152 рубля 4 копейки, виза 19 528 рублей 78 копеек. То есть, в принципе, в России, в России и это существует, и это работает, вероятно, этим люди пользуются. Ну, вот опять-таки, что вы об этом уже говорили сегодня, значит, так вот стыдливо на этом же сайте, это сайт метабанк. То есть автоматический обмен биткоинов, да. Статистика выплат биткоинов за последние 30 дней. Смотрите, сколько идет платежей. То есть идет перерасчет в рублях уже? Нет, это сколько, значит, по времени идут платежи в биткоинах. Значит, вебмани по рублю 4 дня, по доллару 3 дня, виза 1 день, мастер-карт 5 дней, Яндекс.Деньги 2 дня, Ликпэй 2 дня и Приват 24 2 дня. Пока очень долго. Да. Пока очень долго. Но эта схема, это, в общем-то, оправданно, и это нельзя сказать, что очень долго, потому что, в общем-то, эти все обменники, они испытывают определенные трудности, чисто технические по переводу денег. То есть, грубо говоря, им нужно перевести это срок учета и... Продолжим в следующей четверти после выпуска новостей. Мы плавно подошли к перспективам развития виртуальных валют в России. Сбербанк теоретически не исключает эмиссии виртуальной валюты, аналогичный биткоин, например, на базе системы Яндекс.Деньги. Ведь Яндекс.Деньги это пока не имитируемая валюта. Об этом заявил Герман Греф, глава Сбера. Он отметил, что если будет большой спрос на виртуальную валюту, то не исключено, что Сбербанк будет двигаться в этом направлении. Как вот здесь можете прокомментировать, уважаемый эксперт? Ну, Греф, по-моему, и добавил, что, значит, те грандиозные эксперименты, которые происходят с биткоин, должны закончиться один-два раза крахом с тем, чтобы было выработано глобальное регулирование. Возможно, так и есть. Ну, или очищение сектора. Ну, видимо, да, но понимаешь, в чем дело, что здесь вот именно криптовалюта, ее цимусство заключается именно в том, что они нерегулируемые центры эмиссии. Да, 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 поэтому здесь попытка... Как-то Греф говорит, что Сбербанк выпустит, но это будет деньги Сбербанка. Мне кажется, что... Ну, да, аналог биткоина, то есть не биткоин, аналог, то есть какие-то функции. Нет, 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 это совсем другое, понимаете, это не киберденьги. Это деньги Сбербанка. Электронные деньги Сбербанка, да. Сбербанка, скажем так. Ну, а почему нет, как бы... Ну, а это будет совсем другая история. Она будет привязана к рублю. И самое главное, не будет анонимности. То есть, понимаете, с одной стороны, анонимность это здорово, это здорово, собственно говоря. Это то, ну, люди бежали от кризиса в эту анонимность. А с другой стороны, конечно, это и преступления, и киберпреступления, и, собственно говоря, и наркотики. И мы знали, что в Штатах много раз закрывались и сайты, закрывались и биржи, поэтому я думаю, что, на мой взгляд, перспективы вот этих денег, криптовалют в России, ну, небольшие. Хотя, сейчас есть и есть, принимает кто-то. Хотя, вы знаете, мне кажется, что все-таки основной, самой интересной особенностью криптовалют является даже не столько анонимность, которая интересна, скорее, да, вот именно маргинальным каким-то элементам, а вот именно отсутствие центра эмиссии. То есть, то, от чего рано или поздно страдает любая имитируемая валюта. Возникает соблазн напечатать денег. — Больше. — Ну, деньги нужны, надо их, можно их напечатать, давайте их напечатаем. Возможно, в каких-то случаях это, точнее, невозможно, а действительно есть случаи, в которых это оправдано. Вот, но вот есть сущности, которые лучше, чтобы они не имитировались дополнительно. — Ну, это тогда плюс биткоина, что он дойдет до числа 21 миллион. — Это повышает, так сказать, к нему доверие, именно в том плане, что чем дальше люди разбираются с этим, тем больше они понимают, что биткоин — это вещь, которая никуда не денется. Вдруг в три раза ее количество не увеличится. — Ну, это действительно так. — С одной оговорочкой, да, до тех пор, пока есть интернет. — Ну, а интернет, скорее всего, не то, чтобы будет очень... — Это сложно представить себе ситуацию, в которой нет интернета. — Нет интернета, да. Даже Касперский говорит, что интернет в привычном понимании умрет, потому что он будет везде автоматически, вай-фай. — Я бы не хотел это комментировать, вот, но, тем не менее, давайте, пока мы считаем интернет некой стабильной, стабильным явлением. — Как воздух. — Некой константы, да. — Да. — У нас на линии Татьяна, с вашего позволения, уважаемые гости. Здравствуйте, Татьяна. — Какая передача с большим интересом, конечно, ничего не понимаю в криптовалютах. — Мы тоже не особо. — Ну, как бы, сама ситуация. Вот скажите мне, пожалуйста, я обладаю, допустим, рублями. Вот я хочу купить вот этот бетховен, как правильно называется, бетховен или бекховен? — Биткоин. — Мне нравится слово бетховен. — Это как композитор, да, бетховен? — Татьяна, да, собственно, не важно. Если вы начнете изучать этот вопрос... — Я тоже так считаю, что не важно, как это называется. — Вы поймете. — Ну, допустим, вот я хотела бы в эту игрушку поиграться. Значит, я так понимаю, мне надо зайти в интернет, да? И где-то там это все прикупить, и потом как-то все это продавать, как, допустим, на курсе там на каком-то играть. Вот объясните, пожалуйста, хотя времени мало. Спасибо. — Спасибо, Татьяна. — Татьяна, звонок. — Вы знаете, сейчас у нас обрушится биткоин. — Первое, что я хочу сказать, не надо с этим играть. Да, можно зайти в интернет, можно выйти на... там, набрать в поисковике биржи биткоин. — Можно купить биткоинов, опять же. — Да, выйти на эти биткоины, зарегистрироваться. — У нас курсы уже есть, 20 тысяч рублей. — Биткоин обменивают, веб-мани у них существует внутренний рынок биткоин. — Яндекс. — Да, вот Яндекс. То есть масса способов, но играть в это не стоит, потому что слишком нестабильно, никто не знает, как это произойдет. Хотя средствами технического анализа, конечно, прогнозируется как-то это, но, тем не менее, это... — Играть не стоит, но изучить вопрос нужно. Изучить вопрос обязательно надо. Поднимайте все источники, которые только найдете, в том числе можете прослушать еще раз нашу программу, мы так медленно, доступно, как мне кажется, объясняем это прежде всего себе, что это такое, с чем его, не побоюсь этого слова, едят, и как с этим дальше жить, а жить с этим нам придется. Такая вот составляющая. — Да, вряд ли кто-то сейчас понимает, на самом деле, к чему это все идет, потому что масса вопросов, масса критических точек существует, уже прогнозируемо в будущем, и, в общем-то, непонятно, что будет происходить в этих точках. Но поживем и видим. — Да, именно так. — У меня, наверное, завершающий вопрос. Так уж ли анонимны компьютеризованные платежные системы? Неужели невозможно отследить? Вот такая ситуация. Я на своем компьютере через биткоины купил себе пистолет. Неужели невозможно оставить никаких следов? IP, ID, планшет. Если я еще рассчитался за этот планшет по кредитной карте, по серийному номеру выясняют имя владельца. — Ну, в случае с биткоином, вообще говоря, при соблюдении простых правил, даже не используя то, к чему нас призывает Федеральное бюро расследований, вот как Павел процитировал, да, можно сохранить анонимность. Если эти правила не соблюдать, анонимность не сохранится. Но анонимность действительно можно сохранить, да. — А вы, Павел, как считаете? — Ну, здесь видите ли в чем дело, что в любом случае, если вы покупаете за биткоин пистолет, то вы этот пистолет должны у кого-то забрать. — Да. — Все. Биткоин здесь ни при чем. — То есть точки соприкосновения могут быть. То есть надо это продумывать, и это уже не имеет отношения. — Да, да. Это не касается биткоина, это просто, ну, это уже незаконный, незаконный оборот оружия. — В общем, не надо покупать биткоин. — Не надо, не надо. — Это теоретически. К сожалению, я все-таки считаю, что анонимность — это, ну, плохо. Особенно вот при таких вот ситуациях. Если человек законопослушным, ему абсолютно не важно, анонимен он или не анонимен его платежи. Если законопослушная налоговая служба, если законопослушная и уважающая своих граждан государства, ничего страшного, если ты засветился с крупной суммой. Если она пошла у тебя на покупку законно разрешенных товаров, ничего страшного в этом нет, что об этом узнали органы. Ты заплатил за это налог или регуляторы увидели тут сделку. Другой вопрос, что все-таки когда... И главная претензия, наверное, к биткоину и к криптовалютам, к анонимным системным платежам, именно потому, что ими злоупотребляют люди не те, которые хотят остаться в тени, покупая при этом какой-то предмет, разрешенный законом, но именно остаются в тени именно те люди, которые покупают неразрешенные законные вещи. К сожалению, сама суть криптовалюты, вот данной схемы, как минимум, она требует анонимности. Просто потому, что все транзакции опубличны. То есть любая из транзакций, мы можем ее в сети посмотреть и узнать. Если бы в каждой из этих транзакций было в нашей фамилии, имя, отчество, это бы очень усложнило жизнь тем, кто их осуществляет. И по-другому нельзя, просто потому, что это явление так функционирует. Значит, надо какие-то другие схемы придумывать тогда. Но это нужно именно заинтересованным лицам, то есть банковому надзору, финнадзору, разработчику, налоговой службе. Пусть они об этом знают. Если честно, я лично ни за что не боюсь. Вот как вот другие... Всегда можно об этом объявить. Вот это вот мой кошелек, вот это мои транзакции. Все. Деанонимизироваться проще. Ну, вот именно потому, что был бросок курса биткоина, когда ситуации были на Кипре, то, собственно говоря, вот это была реакция. То есть побежали от действий регулятора, побежали... Которые решили все увидеть. Когда вот так вот сделали. Да, да, да. Поэтому здесь, ну, вот, может быть, здесь американцы и правы, что говорят именно об инновационности этой системы расчетов и не собираются ее убивать. Ну, мне кажется, что это разумно. Это неожиданно разумно, вот, скажем так. Потому что, вообще говоря, это немножко кажется... Не будет биткоин, будет другой коин. Да. И лучше это регулировать, чем, собственно говоря, бросить на произвол судьбы и потом пожинать то, что вот есть сейчас. То есть торговля наркотиками и так далее. Уважаемые гости, эксперты, благодарю вас. Напоминаю, что гостями программы «Парадокс» был Павел Сокадынский. Это директор московского филиала КБ «Энерготрансбанк» и начальник отдела разработок процессинговой компании «Хронопей» Константин Попов. Вы слушали программу «Парадокс». Она была посвящена компьютеризированным платежным системам, в частности, криптовалютам, в частности, биткоину. Оставайтесь с нами в любое другое время на Finam.fm. Спасибо.